И сейчас Алла Аксенова продолжит тему развития Омска. В городе решают, как использовать землю в центре, на улице Фрунзе. Эта проблема тянется уже несколько лет. Владельцы земли хотят построить ресторан, а местные жители этим недовольны. Свои предложения по корректировке городского плана стороны озвучили на публичных слушаниях в администрации Омска. И вот подробности. Территория приватизирована, является частной, собственностью собственников этого дома. Поэтому никакое совместное использование здесь невозможно в принципе. Частная территория в центре Омска – яблоко раздора. Она располагается рядом с домом номер 72-1 по улице Фрунзе. И сейчас выглядит вот так. Пока на этом месте парковка, но владельцы планируют трехэтажный ресторан. Архитекторы проекта не задумались о парковке, рассказывает местный житель и тоже архитектор Никита Шалмин. Ресторан, если вы поставите в этом месте, мы все прекрасно понимаем, что это фикция. То есть это здесь и так затор сейчас идет по парковке. И трафик проблема. Вы выходите за красную линию. Там сейчас люди как идут, это какой-то кошмар, грязи. Вот, вечно. Опять же из-за вашего земельного участка. Архитектор все продумал. Парковка будет за 200 метров от ресторана. Как вы себе реально представляете ресторан и за 200 метров парковка к ресторану? Ресторан... Нет, подождите, ну так реально. Заведение такое, где не требуется, да, чтобы машина стояла тут. Как не требуется? Представитель собственника участка считает, что жители мешают не бизнесу, а городу. Если там ничего не будет построено, то есть вы не дадите городу развиваться, вы не дадите бизнесу создавать новые рабочие места, вы не дадите бизнесу подавать новую налоговую нагрузку, муниципальный бюджет в том числе, который у нас и так на сегодняшний день, не буду комментировать, будет пустой земельный участок. Депутат Омского горсовета Дмитрий Лицкевич стоит на стороне жителей. Он подлил масло в огонь, напомнив факты, которые все забыли. Мы все знаем улицу Фрунзе, там заторы постоянные, там компания «Газпромнефть», офис, очень много, центр притяжения автомобилей. И еще дополнительный день возникает. И вот этот вопрос, естественно, больше всего интересовал. Нас убеждали, что все будет хорошо, что проект пройдет, экспертизу, и там будет парковка на крыше. Но вот в итоге, как мы услышали, мягко говоря, разработчики проекта ввели всех, и нас, и в том числе и жители, ввели в заблуждение. Никита Шалмин предложил свой вариант размещения строений. На месте ресторана сделать парковку, а здание возвести на соседнем участке, где сегодня аварийный барак. Сделать это сложнее, чем сказать, парирует представитель собственника. Можно концессия какая-нибудь, парирует. Опять, государственное частное партнерство сейчас существует, оно законом защищено муниципально. Пожалуйста, создавайте и делайте. В чем проблема? Вдаля. Слушание, связанное с этим участком, уже не первое. И не последнее, считают участники. Окончательное решение по изменению городского плана будет принимать мэр. Алла Аксенова, Владимир Новолодский, Антенна 7. Иначе мы уйдем.